Валерия Татарова 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 помощи не предоставлялась в течение часа или двух. Почему наша психологическая помощь оказалась не готова действовать так оперативно? Я могу сказать, я хорошо знаю Московскую психологическую службу. И не далее, как на прошлой неделе общался с ее специалистами. Это одна из лучших психологических служб России. И может быть даже одна из лучших в мире. Может быть получше немножко у израильтян. И то, что ими недовольны всегда на первом этапе, это типично. Я хорошо знаю, причем не понаслышке, ситуацию в Армении после ремотрясения, в Уфе после взрыва поездов, в Беслане после гибели. Психологами всегда недовольны, потому что психологи не могут работать до тех пор, пока не ясно, кому эту помощь оказывать. В течение получаса видят, кому оказывать помощь врачи. Поврежденные, травмированные, кровь, раны и так далее. Психологи вначале должны найти, кому эта помощь требуется. И то, что она появляется в течение первого часа, это предельное достижение. Я не вижу никакой вины здесь. Вы знаете, ну вот сегодня, судя по тому, что сегодня я слушал по радио, читал на интернет-сайтах, все службы проявили себя очень хорошо. Я не знаю, наверное, может быть какие-нибудь там отрицательные моменты потом вскроются, но то, что вот говорилось, все было окей. Но нашлись люди, которые на чужой беде решили заработать. Я слышал, как депутат Государственной Думы Владимир Васильев, бывший заместительный министр внутренних дел, обращался к таксистам, к водителям, помогите людям выехать из центра Москвы. Они приехали, помогли, но вздули цены в два-три раза. Как объяснить вот эту позицию с психологической точки зрения этих людей? Это еще больше вопросов, точнее, такие глобальные вопросы. Вообще, это вопрос морального и нравственного состояния всего общества. Это касается не столько психологической, сколько морального и нравственного всего общества. Когда в обществе утрачиваются некие моральные ориентиры, ценностные ориентиры, общество начинает раскалываться на сегменты. И каждый сегмент, когда нет единых целей, единых задач, единого понимания ситуации, действует сугубо индивидуально. Это, конечно, страшно, обидно, но это вина даже не таксистов. Это вина того, что наше общество расколото и не предпринимается никаких шагов к его не политическому, а именно нравственному единению, не заданным нравственным ориентиром. Куда и зачем мы идем? Какое общество строим? Почему мы отказались от наследия прошлого? От чего отказались? А что нам стоило бы сберечь? Вот эти вопросы остаются без ответа. И именно это приводит к такой ситуации. Наверное, этим же можно объяснить появление сегодня на... А, кстати, по-моему, и Патриарх сегодня тоже обращался с тем же самым призывом, да? Да, я не ошибаюсь. Наверное, тем же самым можно объяснить и появление на националистических сайтах призывов идти и бить всех, у кого форма носа не та, цвет глаз и волос не тот и так далее. Я думаю, что это еще страшнее, чем ситуация с водителями такси. И вот сейчас, пользуясь тем, что мы в вашей студии можем обратиться к населению Петербурга, к одному из самых, я считаю и уверен, это так и есть, культурному, интеллигентному населению. Пусть они поверят мне на слово, что люди так или иначе похожи на кавказцев или принадлежащие к этой национальности. Сейчас переживают в связи с этим несчастьем точно так же, как и все мы. И точно так же боятся его последствий и его продолжений. И их нужно поддержать. Если у вас есть соседи, неважно, чеченцы, ингуши, грузии, нармяне, поддержите их. Им страшно, они озабочены сейчас и нуждаются в нашей поддержке. Этот теракт направлен и против них тоже. Любой теракт направлен прежде всего на дестабилизацию ситуации в обществе, на углубление разрыва между властью и обществом. А этот разрыв и так существует, и не нужно его усугублять. Давайте послушаем телефонный звонок. Ирина, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Это здорово, что в Москве приехали психологи сразу. А вот нам в Питере как бы, я боюсь в метро выходить, в толпу, в народ. Мы с коллегами говорили, нам-то как быть. Спасибо большое. Ирина, я понимаю вас, и статистика, к сожалению, здесь не слишком утешительна. В течение первой недели испытывают страхи практически 100% населения, так или иначе. В течение месяца это число сужается до 3%, в течение трех месяцев примерно до 1%. Но это нормальная реакция человека на устрашающие события. И вот когда я шел сегодня в студию, я подумал о том, что ведь мы с вами отчасти являемся пособниками террористов. Потому что в эпоху развитых средств массовой информации, любой теракт ориентирован на то, что его будут освещать все СМИ. А СМИ используют информационные события, причем иногда с видовым рядом, что, ну просто с точки зрения моей как психолога и психотерапевта, противоестественные человеческой натуре. Визуальный ряд очень пугает людей. Вот когда мы говорим о событии, это одна ситуация. Когда мы показываем, это совершенно другая. И каждый наблюдающий становится явным или не явным, но косвенным соучастником. Либо в виде жертвы, либо в виде того, кого провоцирует на насильственные действия. То, о чем мы говорили на этих вот националистических сайтах. Вот сегодня... Я отвечу все-таки. Если вы почувствуете, что в течение 10 дней вы сами не справляетесь с этими страхами, всегда лучше обратиться к специалисту. К психологу или психотерапевту. Страшного в этом ничего нет. И Зазорного тоже. И Зазорного тоже. Сегодня, кроме того, люди с неустойчивой психикой, видимо, сейчас вы объясните, уже звонили в Петербурге, это было, говорили о том, что заминированы станции метрополитены и закрыли центральные станции. Сегодня были закрыты на полтора часа, если я не ошибаюсь, или на два. То же самое произошло в Екатеринбурге, совсем далеко от Москвы. Там говорили о крупнейшем торговом центре. Тоже пришлось его закрыть. Говорили, что он заминирован. Как объяснить психологию этих людей, которые звонили? Ну, это простой вопрос, кстати. Существует такое понятие, седром банки встаньки. Помните, такая была игрушка. Да. Чем больше выведено из равновесия, тем больше отклоняется противоположная сторона. Вот нам звонила сейчас Ирина, я думаю, она вполне саморегулирующий человек себя. Достаточно, скажем, по вопросу видно, хотя она в тревоге. Значит, даже обычные люди с здоровой, сохранной психикой выведены из равновесия. Тот, кто был исходно вне состояния равновесия, он выводится гораздо больше. Это провоцирует, прежде всего, усиление психотических, невротических расстройств и так далее. И такие люди могут создавать вот такие вот звонки ложные. Заминировано метро, заминирован магазин. Ждите взрыва еще там. Появляется даже видение, голоса из космоса. Это, естественно, это тоже входит в понятие дестабилизации ситуации. Скажите, вот вы занимаетесь наукой и наверняка занимаетесь психологией не только жертв и людей, которые подвержены большему воздействию психологическому в результате таких экстремальных ситуаций, но, наверное, и самих террористов. Что движет, какие психологические мотивы движут ими? Ведь они идут на смерть. То есть это что? Зомбированные люди? Это люди, которые подвергались очень сильному психологическому воздействию? Как это происходит? Кто они такие? Наше время ограничено. Я в двух словах попытаюсь сказать. Теракт, несмотря на весь ужас, на весь цинизм, уничтожение невиновных людей, вовсе не преследует цель уничтожения людей. И по всеобщему мнению тех специалистов, которые занимаются психологией террора, любой теракт – это послание. Но мы, к сожалению, чаще отключаем на теракт силовыми действиями и никак не пытаемся вникнуть в это послание. Я абсолютно согласен, что террорист, совершивший теракт, должен быть наказан. Но вслед за моим большим другом, я должен сказать, что без гуманитарного решения проблемы она не решается. Спасибо вам большое, Михаил Михайлович. Несколько слов, прежде чем попрощаться. Больше всего в утренней трагедии меня поразило поведение именно тех, кто проявил равнодушие, корысть или ответную агрессивность. Обратите внимание, как вообще мы относимся друг к другу. Пешеходы ненавидят тех, кто за рулем, а те в ответ игнорируют пешеходов, норовя не пропустить их на переходе, да еще окатить грязью из лужи. Бедные ненавидят богатых, а те презирают бедных. Милицию не любят все, кроме самих милиционеров. То же самое с чиновниками. Покупатели считают продавцов жуликами, а те смотрят на покупателей сверху вниз. Этот список бесконечен. Но что мы за народ такой в самом-то деле? Когда научимся помогать и улыбаться друг другу? Когда, наконец, кумиром для нас станет не Сталин, не Киркоров или фабричные звезды, а герой, который скажет, ребята, давайте жить дружно. С вами были информационно-аналитические каналы «Отражение» и наш гость, профессор Михаил Решетников, сейчас последнее известие. Увидимся завтра, будет день, будут темы, встретимся, поговорим. До свидания. До свидания.